Девушки отдыхают Это для вас особый случай Все, выходим Вы наконец-то приехали, ребята Не, вы слышали? Слышали этого гаишника? Ну номера ему грязные, где они грязные? Где? Не грязные Ну Борь, ну перестаньте ты с этими номерами уже Так, все, отставить Сейчас шашлычок сделай Так, выпьем А на утро? Рыбалка! Ребята Вам не жутко здесь? Темно как-то Чего ты, Катя? Это не на баке Тем, ты куда? Включай музыку С днем рождения, Боря! Давай, поднимай! Бокалы, бокалы Держи, держи Тебя тебе, тебя тебе Давай По бокалам, по бокалам Ой, ребят, вам не кажется, что вы тут не одни? Кто-то тоже шашлык жарит? Или уху варит Ну перестань, ну Да давай, поехали! Итак С днем рождения, Оля! Борись! О! Инспектор ГАИ Капитан Мурзенко Ваши документики Пожалуйста То, что Людмила Сергеевна У вас номера не читаются Как не читаются? Грязные номера Так я ища с тряпочкой Поздно, поздно тряпочкой Что делать-то будем? За грязные номера вообще-то штраф полагается Не, не, штраф мне не нужен Ну ладно Так уж и быть На первый раз прощаю Спасибо Бегут, бегут, бегут Бегут, бегут Ммм, запахи какие Класс! Привет! Да Доброе утро! Доброе, доброе, доброе Мы только уху будем есть без соли Как без соли? Что за уха без соли? Я уху без соли есть не буду Мы соль дома забыли Как это? Ребят Так давайте к рыбакам сходим Слушай Тем, может действительно сходите Пока рыба не разварилась Ну идем, девчонки Идем Аппетитно гуляй Осторожно там гуляйте Гулящие О, а где рыбаки? Уехали Уехали Значит будем вместе хуй без соли Ну, без соли так без соли Тема! Тема, там человек! Юля, стой! Стой! Ой, сейчас Держите Так Еще, пожалуй, вот эту Ой Держите Ну-ка Это что? Человек-невидимка Герберт Уэллс Да, читал когда-то в детстве А что он здесь делает? Не помню Возможно, проходил по какому-то делу Извините Да, можно? Берите Только не забудьте вернуть Хорошо Что там у вас? Да вот 7 декабря 1984 года На закрытую на зиму базу отдыха «Луч» Приехало две пары отметить День рождения Вот они обнаружили сожженное тело Жуткий сюрприз Да уж На место выехала следственная оперативная группа Во главе Со следователем прокуратуры Аллой Андреевной Лыковой Да Алла Андреевна Могу с уверенностью сказать Это женщина Как женщина? Мы думали, это рыбак Мы думали, он хотел согреться Выпил и угодил в костер Рыбак? А удочки где? А палатка? Вещей никаких нет Мы как-то об этом не подумали А в котором часу горел костер? Мы вчера приехали где-то в 4 Дымил хорошо Давай По бокалам По бокалам Ой, ребят Вам не кажется, что мы тут не одни? Кто-то тоже шашлык жарит? Или уху варит Ну не перестань, ну Кто же думал, что это человек? Ясно Коль Возьми адреса у ребят Эдуард Сергеевич Можете сказать, как она обгорела? Она уже была мертва Когда труп облили бензином И подожгли Мягкие ткани Обгорели Кость и целая А как ее убили, знаете? Да Сломана Подъязычная кость Значит, удушение Ясно Что у вас? А я, Андрея, скажу Что все следы пребывания Преступник хорошенько замел Венечком Предположительно, вьетнамским А нам Прутик оставил Ясно Эдуард Сергеевич, что у вас? Кое-что есть Молодая женщина До 30 На большой бедренной кости Правой ноги Примерно год назад Делали остеосинтез Переведи Это Фиксация Костных отломков Еще имеем Штифт На бедренной кости Переломы ребер Лучевой кости Правой руки Трещина включится Падение с высоты Я больше склоняюсь к ДТП Значит, будем выяснять По больницам Слышал, Коль? Светлана Тредякова Я ее хорошо помню Мы год назад ее Собирали ДТП? Доставили С политравмами Пролежала у нас Где-то месяца два Так, 26 лет Работает корректором В издательстве Промень Адрес Ну что, судя по гардеробу Жила одна Одна, говорите? А у меня такое впечатление Что еще час назад В квартире кто-то был Откуда такая уверенность? Ну, во-первых Ванна мокрая Чайник еще горячий Хлеб вчерашний Вчерашний, говорите? Да А убили ее два дня назад Ну, может, родственники заходили Или сожительство у вас кем-то Ну, вот и узнаю у соседей А ведро зачем принес? А вот, полюбуйтесь Морфин и гидрохлорид Наркоманка? Возможно Сплошные загадки Ну, давайте Давайте Артем вместе разгадывать Давайте Ну, во-первых Девушка убита А в ее квартире кто-то живет Кто? Невидимка? А вы не думаете, что она с кем-то жила? Или, как раньше говорили Сожительствовала? Ну, допустим Вот Ампулы нашли в ее квартире Наркоманка А что в заключении сказано? Да в заключении сказано, что не принимала Ну, тогда, значит, сожитель принимал Наркоманов Психа неустойчивая Как раз он мог и убить Спичек тут тысяча, не меньше Эта Светочка собирала Пока лежала в больнице Анна, соседка Здравствуйте Здравствуйте Присаживайтесь Я как узнала, поверить не могу Так Светочку жалко Вы с ней дружили? По-соседски Светлана, а с кем-то встречалась? У нее был сожитель? После того, как так обожглась Даже не знаю Трагедия на личном фронте? Год назад Света собиралась замуж Жених ей изменил Она его не простила И год назад ее сбила машина Вы считаете, это он? Мы пока ничего не считаем Вы рассказывайте Рассказывайте Жених этот, Алексей Он умолял ее вернуться Цветами задаривал Проходу ей не давал А Света простить его не смогла Я еле от него убежала Он меня подстерег Прямо возле работы Ань, я боюсь Светуль, может ты все Участковому расскажешь? Наверное, придется А потом ее машина сбила Я думаю, это он Смылся, когда Понял, что натворил Оставил ее умирать Вы это видели своими глазами? Нет, но я даже не сомневаюсь Ну, это бабка надвое сказала Да? Он год здесь не появлялся А в среду как пришел И, пожалуйста, Света убита Подождите, подождите Вы говорите, что Бывший жених Приходил сюда в среду За два дня до убийства? Я его сразу по усам узнала Я когда мусор выносила Вижу, он заходит в квартиру А сегодня или вчера Вы никого не видели? Ну, я же не дежурю в подъезде А фамилия жениха? Помню только, что его Леша зовут Фамилию не знаю Выясни в ЗАГСе Если они подавали документы Данные должны были остаться Алла Андреевна, не вставайте Вы сейчас упадете Осторожней Мне потом тебя еще в травмпункт возить Я был в ЗАГСе И? Извините Да ладно, пей Рассказывай В общем Светлана Третьякова И Алексей Рыбцов В октябре прошлого года Подали заявление Но свадьба не состоялась Но это мы уже знаем А в декабре Рыбцов женился на Ларисе Третьяковой Третьякова И я так подозреваю Проходи Здрасте Мы как узнали Мы с Ларисой даже не поверили Бедная Света Пусть ваша жена подождет в коридоре Ларисочка Присаживайтесь Какая трагедия Поэтому давайте не будем ломать комедию Что вы делали в квартире Светланы В среду За два дня до убийства Да не был я у нее Я год ее уже не видел А свидетели Соседи Говорят, что видели Как в ней квартиру Заходил усатый мужчина Да что, я один с усами Или в городе усатых больше нету Рукава закатите Это еще зачем Эй Чисто Хорошо А что вы делали в пятницу после обеда Да опять 25 Ну что делал Дома был с Ларисой Кроме Ларисы Кто это может подтвердить А вспомнила Так скорая приезжала Алла Андреевна У нас свидетельница рожает Лариса Куда Оставь его А вы что стоите Скорую вызывайте Узнай на подстанции В котором часы К ним приезжала скорая Будет сделано Пятница Седьмое число Вызов на Петровского 56 1734 А причина? А вот Смотрите Давление 160 на 110 Укололи магнезией От госпитализации Беременная отказалась А муж был дома Когда приехала скорая? А это только доктор скажет А он где? А вот и он кстати Аполлон Мирабович К вам тут товарищ Вы же седьмого дежурили Седьмого Кто за товарищ? Я вас внимательно слушаю Седьмого декабря Вы выезжали по адресу Петровского 56 К беременной в общежитию В 1734 Помню такую Посмотрите Вы видели там этого человека? Видели Молодец парень У него двойня скоро родится Понятно Спасибо И вам не хворать Значит не соврал нам Рыбцов? Не соврал, говоришь? А когда подожгли труп? Где-то в три А скорая приехала в половине шестого Два с половиной часа ему бы хватило вернуться домой Вот отчет криминалиста И выброси эти бумажки Подарок Благодарю, Алла Андреевна Если вкратце То в квартире Светланы Были обнаружены отпечатки пальцев трех человек Предположительно Светланы Рыбцова И третьего неизвестного Значит был Рыбцов у нее А третий? Предположительно сожитель Его отпечатки нашли в ванной На кухне и на ампуле с Морфием И куда же пропал этот сожитель? А если Рыбцов и его? Не знаю Да все сходится Год назад Рыбцов хотел сбить ее насмерть Не получилось А это была вторая попытка Успешная для него Ладно Вези сюда этого молодого папашу А я подниму прошлогоднее дело о ДТП Вот кстати Дело о том ДТП То есть год назад Она уже была на волосок от смерти Она бы так и осталась Умирать на дороге Если бы не один сердобольный дядечка Павел Горбулин Он Мужчина отвез ее в больницу Спас Ну я смотрю Виновных так и не нашли Бывшего жениха Светланы Алексея Рыбцова проверяли Но Светлана Отрицала его причастность Вроде он в то время был в другом месте Ну был я у Светкина Заходил поговорить Вспыхнули былые чувства? Да какое там чувство? Ну вы же были у нас Видели в каких условиях мы живем Ну метр на метр Ни кухня, ни балкона Ну я тебя как человека прошу Ну давай поменяемся Ну Лариска скоро родит Поздравляю Ну Свет Ну ты переедешь в общагу А я тебе машину отдам Ну нам нужна эта квартира Ну мы все в общаге не поместимся После всего что вы со мной сделали Ты мне предлагаешь в общагу? Пошел вон! А это уже мотив для убийства Вы нуждаетесь в жилплощади Светлана не стала Вы можете въезжать в ее квартиру В 30 километрах от Днепропетровска На базе отдыха Обнаружили обгоревший труп женщины Погибшей оказалась 26-летняя Светлана Третьякова Во время осмотра ее квартиры Нашли ампулы морфина И отпечатки пальцев трех человек Среди них Бывшего жениха девушки Алексея Рыбцова Сыщики выяснили Год назад Светлана и Алексей Подавали документы в ЗАГС Но свадьба не состоялась Алексей изменил девушке С ее родной сестрой И вскоре женился на ней Молодожены ютились в общежитии И со дня на день ожидали рождения первенца Рыбцова задерживают Во время допроса он сознается Что накануне трагедии Приходил к Светлане И предлагал поменяться жилплощадью Взамен обещал отдать свой автомобиль Алексей Рыбцов Становится одним из главных подозреваемых В убийстве Светланы Вы нуждаетесь в жилплощади Светлана не стала Вы можете въезжать в ее квартиру Да не убивал я ее Ничего Мы найдем доказательства Уводите Это адрес Горбулина Который отвез Светлану В прошлом году в больницу Поговори с ним Возможно он тогда что-то интересное не рассказал Павел Иванович будет с минуты на минуту А кто это у вас увлекается? Папа Муж Хорошо нервы успокаивает Прародители спичек Серные палочки Изобрели еще в 6 веке в Китае И только в 1855 году Шведский химик Йохан Лунстром Запатентовал безопасные спички Дошедшие до наших дней Практически без изменений Казалось бы простой предмет Спички прошли большой эволюционный путь И даже стали разделяться на разные виды Специалисты знают штормовые спички Их еще называют охотничьими Они горят даже в самую сырую погоду Есть сигнальные спички Дающие цветное пламя Каминные Они отличаются большой длиной И даже фотографические Которые дают мгновенную яркую вспышку И используются при фотографировании Разнообразие спичек породило два увлечения Филуминистику Коллекционирование и художественное творчество Потребность в красивых оригинальных предметах Обихода советские люди выполняли через прикладное творчество Спички были одним из самых простых И доступных поделочных материалов Из спичек делали настоящие шедевры Деревянные макеты храмов Избушки Картины Во многих домах эти поделки занимали почетное место А это мой брат Он военный Димка в Казани учится Будущий офицер Давайте пить чай Спасибо О, папа пришел Здравствуй, солнышко Добрый вечер Людочка У нас гости Да Солнышко, идите к бабушке Что-то случилось? Надо задать пару вопросов Да, пожалуйста Год назад вы привезли в неотложку девушку, которую сбила машина Светлану Третьякову Было такое? Да, мы еще к ней в больницу приходили Я предполагаю, что Светлана могла не все рассказать следствию Возможно, вам она говорила, кто ее сбил Насколько я помню, она не помнит ни машину, ни водителя А вообще, почему вы спрашиваете? Дело-то прошлое Светлана Третьякова убита Как? Нам важна любая мелочь для поимки убийцы Мы ознакомились с вашими показаниями Но, возможно, тогда вам что-то показалось неважным Боже, бедная девушка Что с вами? Я спас ей тогда жизнь А оказалось Мам, открой Людочка, ковер с кемчистки привезли Мам, не сейчас Пусть поставят в коридоре Ну, раз она ничего не рассказала, тогда я пойду Я провожу До свидания В квартире Горбулина тоже поделки из спичек И? Ну, что и? Это он ее сбил, а она его шантажировала Вот он ее и... И убил С таким же успехом можно подозревать в убийстве моего соседа Петровича Он тоже мастерит из спичек Значит, и его запишем Но я бы все-таки тряхнул Ты с ума сошел? Он замначальника главка Итак, что у нас есть? У нее был сожитель Вот его и надо искать Лыкова Да, я поняла Едем В квартире у Светланы что-то нашли Поехали Видите, Тамара какая-то и номер Молодец Алло Добрый день Тамара? Да, это я Я ваш телефон нашла у себя в сумке Только вот забыла, о чем мы с вами договаривались А вы у меня случайно платье не шьете? Да, на Новый год собиралась Адрес, напомните? Щурса 54 Хорошо, спасибо Буду обязательно Ну, номер телефона Портнихи Что тут удивительного? Только зачем же писать на обоих, когда под рукой телефонная книга? Ой, ну это уже придирки и домыслы, знаете Да? А вы заключение экспертизы посмотрите Ну, нашел, не совпадает Это почерк не Светланы Писала не она Ну, а кто тогда писал? Да и более того, этот почерк не принадлежит ни Рыбцову, ни Ларисе Кто же писал? Так, я понял Вы мне вот на это намекаете, да? На человека-невидимку Второй подъезд нам сюда Павла Андреевна, я перекурю? Опять? Не перекурю А я думала, вы костюм заказать Вы кто? Вообще-то, молодой человек заказал у меня брюки Все подходит? Я пошел, до свидания Я сейчас Нравится? Да, красивое платье А вы шьете на дому? Да У меня договор с комбинатом надомного труда Граждане, официально работавшие на дому В СССР назывались надомниками Как правило, это были инвалиды Или лица, которые ухаживали за ними Чего только не изготавливали надомные мастера Они работали на устаревшем оборудовании Используя в качестве сырья Отходы больших предприятий При этом выпускали продукцию, которая в магазинах не залеживалась Несмотря на не всегда высокое качество изделий Народ все раскупал, поскольку Остро ощущалась потребность в промтоварах Лидирующая сфера в надомной работе швейная Средняя цена работы по пошиву одной единицы мужских семейных трусов 10 копеек Выходило около 50 рублей в месяц Однако частенько трудом надомных работников Активно пользовались цеховики В сезон они платили надомным швеям От 400 рублей и выше Посмотрите, пожалуйста Вам знакома эта девушка? Нет Никогда ее раньше не видела Странно Ваш телефон мы нашли у нее в квартире Ничего странного Кто-то ей дал мой телефон У меня многие шьются Кто там у вас? Ну, и чего мы тут уши греем? Я уже кушать хочу Давай иду на кухню, я сейчас борщ подогрею Ладно, мы пойдем Занимайтесь ребенком Всего доброго До свидания До свидания До свидания А ну-ка Что тут? Морфин и гидрохлорид Когда мы заходили, в урне этого не было Интересное кино Заказчик Тамары? А ну давай вернемся к ней Кто это был? Костя, заказчик Руки покажи Зачем? Все понятно Эта девушка мертва Ее сожгли А я здесь при чем? А при том В ее квартире нашли ампулы с морфием А этот твой заказчик только что выбросил Будешь дальше его покрывать? Мама Скажи им Андрей, выйди из комнаты Но он же тебя ударил Вон из комнаты Я сказала Андрей, расскажи все, что ты знаешь Молчи Он же убьет нас Мы обязательно его поймаем Расскажи, что знаешь Он заставлял маму Позвонить какому-то дядьке Имя дядьки знаешь? Не помню Слушай сюда Будешь молчать Пойдешь за соучастие Выбора у тебя нет О сыне подумай Андрей Я это на кухню Костя Заставил меня позвонить одному мужику И потребовать деньги за фотографию Там ваша убитая С любовником обнимается Мужик согласился? Придет к семи гаражам возле бойлерной Это Костя Он сказал, чтобы вам позвонил Она снесла Да Алло, они ушли? Уже ушли Спрашивали про бабу на фото Сказала, не зная Все в силе? Да В семь У гаражей Как договаривались Ментам Проболтаешься Сдохнешь, поняла? Да Давно знакомы? Пару дней Позвонил Попросил перекантоваться За морфий Ну что, кажется, нашелся этот невидимка Да вы что? Да Похоже, девушка была непростой Управлялась на два фронта И любовник, и сожитель И? Ну что? Вариант первый Сожитель приревновал к любовнику и убил Вариант второй Любовник убил Светлану, а сожитель его шантажировал Вариант третий Ой, хватит, хватит Согласна Гадать можно до бесконечности Ну, тогда остается только одно Пойти к ним на встречу Взять их обоих И послушать, что они запоют Валя Андреевна, который час? Я думала, что уже семь Вон идет Ну, где фотографии? Это Горбурин У него кровь Сейчас, сейчас Потерпите Тихо, тихо, тихо Горбурин пришел в себя Можем допрашивать Прекрасно Послушаем его объяснение Помнишь, в экспертизе Говорилось о том, что в квартире Светланы Нашли отпечатки пальцев трех человек Да, Светланы, Рыбцова и неизвестного Это Костя Отпечатки на коробке с морфином тоже его Так это получается, что он сожитель Светланы? Может быть Поехали к Горбурину Посмотрим, что он нам сейчас запоет Мы со Светой любили друг друга Все началось год назад Это когда вы отвезли ее в больницу? Да Я стал ее навещать Как-то у нас закрутилось Вы знали, что кроме вас У Светланы есть еще один мужчина? Что? Какой мужчина? У нее никого не было, кроме меня А кто вас шантажировал? Я не знаю Он позвонил на работу Потребовал две тысячи за фотографии А у меня на носу назначение Метите на начальника главка? Когда вы в последний раз видели Светлану? В пятницу утром Мы с ней провели два дня на даче Может все-таки поедешь со мной? Не хочу, чтобы после нас оставались следы Я лучше все уберу Чтобы твоя жена потом Да не приедет Люда сюда Да ее на дачу калачом не заманишь Не переживай Я уберу И приеду десятичасовым автобусом Точно? Точно Я буду скучать Так почти год Женя говорил, что еду в командировку А сам на дачу с любовницей Разрешите? Мне нужно сделать укол Да, конечно, проходите Меня смущает, почему он оставил Светлану на даче Вы думаете, врет? Я думаю, что Светлана хотела большего А его все устраивало На даче они могли поссориться И он решил от нее избавиться Куда мы сейчас? Я на дачу А ты поговори с этим Горбулиным Где он был в пятницу Поминутно Чисто? Как в операционной? Ну да, Светлана все прибрала Алла Андреевна Как в операционной? Понюхайте А вам хлоркой не пахнет? Я думала, мне показалось Ваш Горбуллин хорошо прибрался после убийства Затем вывез труп куда подальше И сжег Как успехи? Алла Андреевна, прекрасно выглядите Горбуллин весь день был на работе С десяти до шести Светителей куча То есть Зажечь труп он не мог А что он делал до десяти часов? А вот тут начинается самое интересное Не, полуночей в этот день я не видел А вот Людмиле Сергеевне я затянул в машину ковер Ковер? Что за ковер? Сказал, что купили новый А этот увезла на дачу На дачу Когда это было? Часиков в десять Понятно Когда я был у Горбуллиных Им привезли ковер из химчистки Нужно найти эту химчистку И узнать В котором часу и в какой день Людмила сдала им ковер Будет сделано Давай Все начинает проясняться Да? Поделитесь? Да, ну смотрите Жена в тот злополучный день На дачу не собиралась И тут вдруг Ей приспичило отвезти туда ковер Она приезжает А там хозяйничает любовница Да Верно, навозит порядок Ну да А дальше все предсказуемо Выяснение отношений В порыве ревности Людмила душит Светлану Она женщина крепкая И аккуратная Да, за собой она Тщательно убрала Да Настолько тщательно Что следы преступления Стали невидимыми Когда привезли ковер? Горбулина ковер привезла Седьмого декабря Я ее помню Она за пять минут До закрытия приехала Угу, понятно На ковре были пятна? Да нет Он был практически чистым Хотя Сейчас Вот Невидимка Она в ворсе запуталась А мы отдать забыли В 30-ти километрах От Днепропетровска На базе отдыха Обнаружили обгоревший Труп женщины Погибшей оказалась 26-летняя Светлана Третьякова Выяснилось, девушка Встречалась с женатым мужчиной Замначальника строительного главка Павлом Горбулиным Он последним видел Светлану живой Однако На момент ее смерти Имел неопровержимое алиби В то же время Сосед Горбулиных Рассказал В день трагедии видел Как Людмила Жена Павла Везла в химчистку ковер Сыщики наведались На предприятие бытового обслуживания Работница химчистки Рассказала В ворсе ковра Обнаружили женскую невидимку Найденная заколка Могла принадлежать Убитой Светлане Третьяковой Вот Невидимка Она в ворсе запуталась А мы отдать забыли Я позвоню? Лыкова Да, поняла Значит так Давай я позвоню гаишникам А ты поговори с постовым Выясни Была ли машина Людмилы В месте где сожгли труп Да Выполнять 7 числа На сенних жигулях Да, помню такую ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инспектор ГАИ Капитан Мурзенко Ваши документики Пожалуйста То ж, Людмила Сергеевна У вас номера не читаются Как не читаются? Грязные номера Так я еще с тряпочкой Поздно, поздно тряпочкой Что делать-то будем? За грязные номера Вообще-то штраф полагается Не, не Штраф мне не нужен Ну ладно Так уж и быть На первый раз прощаю Спасибо А что это у вас, ковер-то? Да, старый, на дачу везу Ну, счастливой дороги Всего доброго А в котором часу примерно, помните? Да, помню Где-то в 4 Понятно Здравствуйте, Людмила Здравствуйте Что-то случилось? Какой у вас симпатичный веник Вьетнамский? Да, что? Что у вас? А я, Андрея, скажу Что все следы пребывания Преступник хорошенько замел Веничком Предположительно вьетнамским А нам Прутик оставил Людмила, вы задержаны Только давайте без лишних сам Где вы были в пятницу, 7 декабря? Дома Степан, ваш сосед Говорит, что в 10 утра Вы отвозили на дачу ковер Это неправда Я в химчистку отвозила В химчистку вы приехали за 5 минут до закрытия А из дому выехали в 10 утра Да Степка все перепутал Он же алкаш Ему что утро, что вечер Все равно Так в котором часу вы выехали? Ну, где-то в полшестого А до этого целый день были дома Ну да Нестыковочка В этот день 4 часа вас остановил за городом инспектор ГАИ Недалеко от того места, где нашли сожженное тело Светланы Сотрудники химчистки нашли вот это в вашем ковре Это принадлежит Светлане Третьяковой Ваш муж опознал Может все-таки поедешь со мной? Хорошо, я скажу Я действительно в пятницу утром была на даче Когда я зашла в дом И я думала, я поседею Господи Я сразу ее узнала Мы год назад с мужем навещали ее в больнице Почему не позвонили в милицию? Вы представляете, какой был бы скандал? Человек без двух минут начальник главка А тут находят труп женщины на даче Сказали, что любовница И вы решили от нее избавиться? Села канистру бензина Я думала, что никто не узнает У меня пока все Коля, уводи Так что Горбулин убийца? Или Горбулина, или она Пока не знаю Что у нас, пусожитель? Пока не знаю Не знаю Ничего, скоро узнаем Лыкова Что? Едем Горбулина 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 Да, уж как говорится Беда не приходит одна Отец в больнице Мать в камере Тут еще Квартиру обворовали Скорее это можно было квалифицировать Как грабеж В доме находилась Девятилетняя дочь Горбулина И ее грабители Забрали с собой Похищение ребенка? Слушайте, ну из всей Полученной информации Могу сделать вывод Что это Сделал Костя Сожитель Светланы Он знал где живет Горбулина Шантажировал его Я вот только Не могу найти Какой выкуп он назначил За девочку А никакого выкупа не было Переверните страницу Вот Вот эту записку И нашли в квартире Я уезжаю В самое любимое место В мире Почерк детский Слушайте, так может Девочка сбежала Из-за проблем в семье? И забрала все деньги И золото? Проходите, пожалуйста Горе-то какое Хоть бы Яночка Осталась жива Нам нужны фотографии Девочки Чтобы подать в розыск Да сейчас Сейчас Вот, пожалуйста Это, я думаю, подойдет Да Идемте Самое мое любимое место Это в мире Это Олупка Они каждый год Там Дачу снимали Кажется, я догадываюсь Который час? Половина восьмого Час до крымского поезда Чем черт не шутит Поехали на вокзал Надо бы группу вызвать Не успеем Быстро поехали Спасибо Всего доброго Это она Это она Дядя заведовал Наркологическим отделением Ну, не забывайте Родители зимой там не появляются Вы кто? Что вы здесь делаете? А ты кто, красавица? Сразу понял Это шалава Батина Я решил так развлечься Эта овца Незговорчивая оказалась Габрия, адрес Где живешь? Гагарина, 24 Номер квартиры 17 А где ключи? В сумке В сумке Вот кошелек тут Вот Вот кольцо Серьги Серьги На Серьги только не трогай Стоять! Да пожалуйста Пожалуйста, не надо Тише, тише Что было дальше? Ну, я взял ключи Поехал к ней домой Там помылся Пожрал Морфин здесь доставал И с собой привез Здесь По старым связям Фотографию отца Со Светланой В квартире нашел? Это оказалось Самое ценное находка Ну, бать, спасибо За это ты мне заплатишь Ну, ты сволочь Собственного отца подрезал Не пожалел Я тут ни при чем Если бы эта портниха Меня не сдала Я батю пальцем не трону Ну, где фотографии? Ты! Черт! А кто вас шантажировал? Шантажировал Я не знаю А отец тебя не сдал А сестренку Зачем потащил? Я хотел сделать доброе дело Забрать ее от этой семейки И чем же у вас Такая плохая семья? Батя Гулял всю жизнь Матушка меня В дурку сдала И что, вы хотели Чтобы я ее вот это Оставил У этих вредителей, да? Может, тебя еще и пожалеть? На преступление Тебя никто не толкал Ответишь по полной Что, оторваться не можете? Да, есть что-то общее Между Книжным невидимкой и Убийцей? Да Оба решили свои проблемы Преступным путем Ну вот Дмитрий получил максимум 15 лет Через полгода умер В камере от сепсиса И Людмиле Дали два года За укрывательство Преступления Муж ее дождался Из тюрьмы Должности его понизили Сегодня сюда мало кто заходит Этому архиву много лет И он почти забыт Но зря Среди тысяч уголовных дел Истории жизни и смерти Есть уникальные По всем законам логики Они не могли быть раскрыты Но были Пришло время поднять Эти уголовные дела Это для вас Особый случай Ну что За успех нашей компании Леня Буду с тобой откровенен То что ты задумал Сделать Ох как непросто И что же ты мне предлагаешь Семен Маркач Я тебе, Леня Советую Хорошенько подумать Ты меня знаешь Я уступать не привык И не буду Так что последнее слово За мной Солочь Убью На куски порежу Скотина Дядь закурить не будет? Простите Я не курю Я его Я его дома ждала Если б я знала Что он здесь лежал Мам Ну все Не надо Перестать Здравствуйте Приветствую Павел Иванович Ну что тут у нас? На живое? Как видишь По размеру клинка Определюсь уже После скрытия Ну а лежит он здесь Еще с вечера А поточнее? Поточнее часика С 10-11 А вы чем порадуете? Ой Знаешь Сегодня Паша Точно не мой день Орудия убийства Нигде нет В общем Не густо Разве что След Возлетело Сорок четвертого размера Он к Иночке ездил Да Папа Вчера был у меня И во сколько он ушел от вас? Где-то В половине десятого Руслан Так точно А ты знаешь Что за фрукт был убитый? А Жилинский Директор ресторана Охотник Ух ты Какая птица Ладно Работайте Это все что вы знаете? Да Это все Здравствуйте Следователь прокуратуры Чугай Павел Примите мои соболезнования Спасибо Коль Личные вещи проверили? Что-то пропало? Да Пропали часы И бумажник Да неважно это Это месть Вы понимаете? Они убили Они Ленечке Отомстили Успокойтесь пожалуйста Ну вот Вернулся А Сто лет тебе Не было Чего тебе там Не сиделось? Алла Матвеевна М? Я надеюсь Вы не сами с собой? Нет У меня тут все в порядке Я с пауком разговариваю А Раньше он жил в том крыле А сейчас вот опять сюда перебрался Уверены что это тот самый? А как его узнать? Ну букашкой букашкой Ой не скажите Вот он сидит Слушать нас Сплетет свою паутину Ой боже ты мой Господи Борь А мне за ним потом убирать Ну что там у вас? Да вот Дело об убийстве Директора ресторана Охотник Леонида Петровича Жилинского Вечером 15 декабря 1976 года Он возвращался Домой от дочери Убит в нескольких шагах От своего подъезда По мнению жены Причиной убийства Стала месть За два месяца до этого Жилинский Помог Поймать преступников Которые нападали На жителей его микрорайона Да да я вижу Отбирали Украшения Снимали шапки Забирали деньги Да А третий их подельник Клещенко Михаил Эдуардович Сбежал Прозвище у него было Клещ Так что судили только двоих Позавчера Леня встретил Одного из этих Трех Которого не посадили Ты машину завтра Во сколько забираешь? Ну прямо с утра Да я сразу за тобой заеду Не переживай Ну хорошо Леонид Добрый вечер Леоня Что случилось? Ты его знаешь? Так это Так это этот подельник был Который сбежал Ну говорила я тебе Зачем ты в это ввязываешься? Значит вы на подельника думаете? Я уверена Это они Убили его Ладно Забирайте дочь Идите домой Не мерзните Гражданочка Идите домой Мы найдем убийцу Вашего мужа Пошли Паш Вот результаты экспертизы В двух словах скажу Клинок вошел глубоко И полностью перерезал Брюшную аорту Длина клинка От 180 миллиметров Ширина 42 Павел Иванович Клеща нашли Ну вы даете Оперативно Вот как сработали Где обнаружили? В пивнухе Стался их угощать Добрый Там мы его тепленьким И забрали Понятно А часы и бумажник При нем обнаружили? Нет только бумажник Давай заводи его Веду Ну думаю Вы здесь без меня Разберетесь Да Ну что гражданин Клещенко Я вас внимательно слушаю Ну что Сидел Так сказать Культурно отдыхал Тут эти вломились Людей попугали Руки мне скрутили Слушай Давай ты не будешь Ломать комедию А подробно расскажешь Откуда у тебя Бумажник убитого? А нет вопросов Начальник Мне от милиции Нечего скрывать Да Вышел за самогоном Да ядрить твою Ты долго будешь Пургу гнать? С Москалевки Напал в поле В десять вечера За самогоном? Так у меня баба Наисенина живет Я несколько дней У нее кантуюсь Я что виноват Что Жилинский В соседнем подъезде живет? Очень интересно Продолжай дальше Иду Вижу мужик какой-то валяется А второй Из него нож вынимает Ну как тот ушел Смотрю Жилинский Ну что Добрялся Активист И лопатник выглядывал Не сдержался Неубедительный Клещев Очень неубедительный Сейчас результаты Дактилоскопии придут Ты у меня по двум делам Загремишь Ищи доказательства Начальник Только я его не убивал Не по этим я делам Коль Забирай его в камеру Давай Пошевеливайся Дежурный Забирай в КПЗ Да Слушаю Чугай Ага Понял Спасибо за информацию Да До свидания Что там Звонила дочь убитого Нашли часы Жилинского Он их в ресторане Мояк забыл И задолго до смерти Оттуда уехал Выходит Клещ Только бумажник Стырил Да и не похож он На убийцу Так Грабитель У пацанов мелочь Отобрать у женщин Сережки Хотя может и ошибаюсь Ладно В общем Поехали в ресторан Мояк С тамошними пообщаемся Давай Давай Антонина Михайловна Мы помыли До свидания До свидания Булыгин Останься Антонина Михайловна А вы сегодня Такая красивая Танечка плохо? Колова раскалывается Ну ничего Сейчас выпьем горяченького Посидим Станет лучше Два кофе Пожалуйста Потерпи немножко Антонина Добрый день Галочка Можно тебя на пару слов? Да конечно Боря больно Не ори дура Ты что сюда приперлась А? Еще училку эту с собой взяла Я же говорил Не появляться у меня на работе Танечке стало плохо Мы просто проходили мимо Что ты несешь На коротком поподке Меня держишь? Боречка Ну что ты придумаешь? Я не думаю Милый Допивайте свой кофе Или что у вас там? И проваливайте отсюда Добрый день Меня зовут Борисов Борис Я администратор этого ресторана Желаете это видать? Могу вам предложить суп С раками, харчо, солянку Спасибо в другой раз Нам бы с вашим директором поговорить Конечно Пройдемте Я вас проведу Павел Иванович Вы идите А я осмотрюсь Хорошо Здравствуйте Здравствуйте Присаживайтесь Спасибо Я по поводу убийства Желинского оленида Печально Я знал Леню Лет этак Двадцать А зачем он вчера к вам приходил? Так не зачем Так Заехал по-дружески Кто ж знал Что последний раз видимся А часы Желинского Кто обнаружил? Борис Борисович Администратор Он следит за такими вещами Леня их оставил В туалете На умывальнике Борис Борисович Это тот Который нас встречал? Он самый Понятно Ладно Спасибо До свидания До свидания Всего доброго Товарищ Вы что здесь делаете? Еще и в верхней одежде Мне можно А вы из милиции? Ножи очень острые С ними шутить нельзя У меня к вам будет Несколько вопросов Вечер Когда Желинский Приходил в ресторан Вы ничего необычного Не замечали? Замечал Так Желинского Зарезали А наш шеф-повар Левченко На дух Его не переносил Ножи Стал вдруг Точить Убью На куски Порежу Скотина Иваныч Ты что бесишься? Ты щенок Свой нос не суй Как знаешь Я конечно утверждать не буду Но Сволочь Я тебя из дерьма вытащил А ты решил меня посидеть? Почему постороннее на кухне? Милиция Кому это вы так угрожали? Желинскому? Да сдался он мне Надо было пар выпустить Странный способ Точить ножи И грозиться убить Не находите? Да это Это у меня сын дурак Обрюхатил соседскую девку А ему всего 17 лет Ну и что теперь делать? Вот я себе и не нахожу место Последнюю неделю Вы мне вот что скажите Где вы были С вечера до полуночи В среду 15 декабря? У соседей Отношения выясняли Угу С Желинским были знакомы? А как же Были Мы у этого Упыря раньше работали Это в ресторане Охотник? Да И кто это мы? Я и Борисыч Этот Это Желинский кстати Еще тот жук Интересно Воровал страшно Я не знаю Как люди ходят в этот Охотник Там же жрать нечего Ты поскольку отбивные режешь Ты тупой? Я же сказал по 70 По калькуляции на отбивную положено 120 грамм Я и так всего 100 отрезаю Значит муки побольше Чтобы потолще казалось Левченко Не мне тебя учить Работай давай Ну и как в таких условиях работать? Никак Вот поэтому мы и решили объявить ему бойкот Чтоб мол сам ушел По хорошему Это от тебя ветер веет Так увольняйся Борисов С какой-то стати Я на тебя И твоего стряпчего Такую недостачу повешу Сядите оба И надолго А у этого Желинского знаете какие связи? У него тесть Завтреста столовых и ресторанов А сват Второй секретарь Как давно это было? Два года назад Как сюда устроились? Семен Маркович нас позвал Старичок этот? Во Во человек Он скоро на пенсию уходит Собирался вместо себя Борисовича поставить Это администратор ваш? Да Спасибо Пожалуйста Счастливо Вечером возле собственного дома Убит Леонид Желинский Директор Харьковского ресторана Охотник Его завязали ножом с длинным лезвием Орудия преступления на месте не нашли В день смерти Желинский наведывался в ресторан Маяк Выяснилось За два года до событий Убитый со скандалом Уволил из охотника администратора и повара Которые теперь работали в ресторане Маяк Повар затаил на Желинского обиду Подожди Значит так Ни повара, ни администратора не отметают А сейчас поедем в ресторан Охотник Интересно, что о нем скажут подчиненные Давайте, только перекусить что-то нужно Только не здесь Перекусим Здесь сосисочные через дорогу Поехали Никто из сотрудников Желинского Не сожалел о его кончении Артем, вы можете такое представить? Ну, по показаниям повара Его коллеги молчали под девизом О покойниках или хорошо, или ничего Ну, почему? Вот показания посудомойки Клавдии Лаврентьевны Кстати, единственной, кого удалось разговорить Клавдия Лаврентьевна Наш самый старый сотрудник Самый древний С самого открытия здесь работаю Всех директоров пережила Присаживайтесь, пожалуйста Благодарю И нам, а вы в качестве кого здесь? За два дня до гибели отца Он назначил меня своим заместителем Ясно Я попрошу вас оставить нас наедине Конечно Если что, зовите Спасибо Я хотел бы поговорить о конфликте Между Желинским, Левченко и Борисовым Я помню, как они поругались Это два года назад было От тебя ветер веет Так увольняйся, Борисов С какой-то стати И я на тебя и твоего стряпчего Такую недостачу повешу Сядете оба И надолго Да ты сейчас у меня ляжешь Убьют, тварь Боря, Боря Боря, Боря Оставь эту мразь Оставь, оставь Лежу Если бы Борисова не остановили Убил бы Но это было два года назад А сейчас Кто у вас будет директором? Случайно не дочь Желинского? Инга Нет Отец хотел ее протащить На место директора маяка Вместо Семена Марковича? Его самого Так, вы, ребятушки, меня извините У меня посуда замочена Да-да, конечно, спасибо Павел Иванович Не стыковочка получается Бабушка сказала, что Желинский проталкивал дочку на место директора маяка Так? Ну Ну, а Лепченко мне совсем другое сказал Он скоро на пенсию уходит Собирался вместо себя Борисовича поставить Это администратор ваш? Да Ну, правильно Место одно, а кандидатов двое Если на место Семена Марковича приходит дочь Желинского То все, чего добивался Борисов, рушится в один миг Вы думаете, Борисов убил? У Желинского и Борисов был конфликт Они были врагами Ну да А почему не Инну? Она же кандидат на место директора А смысл? Убив ее, он ничего не решит Только обозлил бы Желинского А тут, я так понимаю, нацелился на маяк Персонаж такой, что не отступился бы А так Борисов убивает двух зайцев Правильно Устраняет Желинского И тогда никакая дочка уже не Помеха Правильно В общем так Завтра Борисова ко мне в кабинет на допрос Угу Прекращай ты грызть эти ногти Перед людьми неудобно Да это я так, нервная Кого это ты там выглядываешь, а? Я просто в окно смотрю На Кобеляна этого уставилась, да? Борь, на кого? На кого? Че ты мне дуру лепишь, а? На Юрку На соседа нашего Это же он тебя приходит, пока меня дома нету, да? Борь, пожалуйста, перестань Говори, шлюша Борь, нет Не надо, пожалуйста Да я сто раз тебе говорила Нет у меня никого, кроме тебя Ай Глаза мне смотри Куда? Грязными руками Простите Не понял А где Борисов? Ну, не было его в ресторане На больничном Тогда собирайся Поехали его навестим Ну, я тогда не раздеваюсь? Ну, конечно Меня интересует вечер убийства Жилинского То есть о нашем с ним конфликте вы уже в курсе, да? Да Хорошо В тот вечер я был на работе А потом мне стало плохо, я приехал домой А на чем ехали? На своей машине или... Нет, моя машина уже две недели, как в гараже Я взял такси Спросите у ребят возле ресторана, они всегда там стоят И во сколько вы домой приехали? Часам к девяти Да, Боря приехал, поужинал И часам к десяти ему стало хуже Я вызвала скорую и его забрали в больницу А во сколько скорая приезжала? Где-то часам к одиннадцати К одиннадцати Я точно не помню А на следующий день мы видели вас в ресторане Понимаете, я должен был там находиться У нас был банкет Мы провожали начальника Горгаза на пенсию Ты совсем себя не жалеешь? Ну, я даже не знаю, как тебя оставлять теперь одного У тебя же такое слабое сердце Заботится обо мне, понимаете? Очень мнительная, творческая натура Галочка у меня концертмейстер Да, у нас хор педагогов Созвездия И на Новый год нас будут показывать по местному телевидению Замечательно Ну, а что касаемо конфликта с Жилинским Да, мы не были друзьями Ну, не убивать же его за это, в самом деле Жилинский продвигал свою дочь на место директора ресторана «Маяк» На которой, кстати, метили именно вы Мне об этом ничего не известно Понимаете, одно дело слухи, а другое реальное положение дел А у вас какой размер обуви? Наш сорок четвертый, а если импортный, то сорок пятый И последний вопрос А почему вы сегодня не в больнице? Товарищи, ну сбежал я оттуда Ну, кормежка там не к черту, ну ей-богу Хорошо До свидания Из больницы Борисов сбежался скандалом На самом деле, рестораном руководил он Такой серый кардинал Получается, если бы на место директора попала дочь Жилинского и на То Борисов То Борисов потерял бы свое привилегированное положение Да, я ведь буквально весной был в маяке Цыплята табака там замечательные С девушкой? С девушкой, Коля, с девушкой Ладно, вернемся к нашим баранам Значит так, я сейчас вызову Клеща и покажу ему фотографии Борисова А ты иду в больницу и узнаю, во сколько точно его туда привезли Делается Галочка А подойди ко мне, пожалуйста Ты у меня сегодня такая красивая И, кстати, спасибо, что с ментами помогла Борь, мне надо собираться, уходить, а то я опоздаю Собираться? А куда? Я же тебе говорила, у нас концерт для ветеранов Для ветеранов? Угу А я думал, это ты для меня губы накрасила А это для ветеранов, да? Ну я же должна выглядеть хорошо Мы же со сцены искусства несем В массы Что вы там несете, а? Раздевайся, ты никуда не поедешь Галь Алло, Марья Петровна Пойдем в свирель дорожок Свирель дорожок? Так мы же не репетировали Ничего, Галочка, справимся как-нибудь Я выезжаю До встречи Да, до встречи Ладно Езжай Вот так поедешь Может, еще разок? Хорошо, понемногу Ты же помнишь о нашем уговоре? Не переживай, я все помню Вот хорошо Пора идти Это Галя открой Здравствуйте Привет Тоня, я пошел Тонечка Тоня Тонечка, тебе плохо? Тонь, говори Что? Где таблетки? На кухне, в шкафчике Сейчас Кого ты из них узнаешь? Не Не узнаю Да ты хорошо, посмотри Говорю же, начальник Не узнаю никого Выйдите его Не опознал? Нет У тебя что? В больницу ездил? Ездил В общем, Борисов поступил по скорой в кардиологию в половине двенадцатого ночи Ну, сходится Скорая за ним приезжала в одиннадцать Так вот Когда его положили в палату и сделали укол Он тут же попросил его накормить Сказал, что очень голоден Подожди В таком состоянии? Он же говорил, что ему больничная еда не нравится Вот-вот И жена его Помните? Сказала, что Борисов Вечером дома поужинал Так Получается, что в больницу он приехал голодным А это значит, что она его прикрывала А он в это время поехал Жилинского убивать Зараза Фактов у нас нет Думай, Паша, думай Вот что Борисов говорил, что его машина уже неделю в гараже стоит Предположим, что так Значит, к Жилинскому он поехал на такси? Или попутку поймал? Правильно А машину в том направлении ловить лучше отсюда Здесь и остановка, и карманчик, и таксисты стоят Что ж тебе твои пальцы покоя-то не дают? Я поеду поговорю Может, кто-то видел или подвозил? Давай А я в ресторан Ну вот, собственно, кабинет Бориса Борисовича А где таксист, который его домой отвозил? Леша, я ему все передал, должен быть Ну хорошо, я его здесь подожду Добро Я вас оставлю Дел по горло Без Бори мне трудно справляться Хорошо Хорошо Без Борисовича Без Борисовича Без Борисовича Когорик Без Борисовича Стоять Заходите. Ну, я такси. Здрасте. Алексей. Следователь Чугай. Меня интересуют вот какие вопросы. Во сколько вы подобрали Борисова отсюда? И во сколько привезли его домой? Часов восемь. Да, восемь. Потому что полдевятого мы уже под его дом подъехали. Я же его еще до квартиры провожал. Не понял. А с чего вдруг таксиста у нас пассажиров домой провожает? Так плохо ему было. Шатало. За сердце держался. Да и не чужой человек. Я же его не первый раз подвожу. Понятно. Да, так жена же его дома была. Хорошо. Спасибо, а вы свободно. Конечно, приходите, Яков Аркадьевич. Для вас столик всегда найдется. И музыканты будут. А как же? До вечера. Всего доброго. До свидания. Получается, через вентиляционное отверстие Борисов слышал все, что происходит в кабинете директора Маяка. Кто владеет информацией, владеет миром. А вы что думаете, Артем, только мы с американцами друг друга прослушиваем. Уникальная операция по прослушиванию кабинета посла США в Москве стала классикой шпионажа. В феврале 1945 года пионеры Артека в знак дружбы вручили послу США необычный подарок, сверкающий лаком герб Соединенных Штатов Америки, изготовленный из 20 ценнейших пород дерева. И лишь в 1953 году американцы узнали, что в гербе скрыто прослушивающее устройство с уникальной конструкцией. Жучок не имел элементов питания и приводился в действие внешним источником излучения. Разработал прибор выдающийся советский радиоинженер Лев Сергеевич Терман. Да, Борисов расставил везде свои сети. Не зря вы сравнили его с пауком. Кто я? Вы что-то путаете. Ничего я не путаю, Алла Матвеевна. Я ваши намеки уже изучил. Значит, Борисов слышал разговор Жилинского с Фурманом о том, что место директора ресторана отдают и не они ему. А что это вы там делаете, Павел Иванович? Потом расскажу. Что там у тебя? В общем, таксисты Борисова не узнали. Опа. Значит, пролет. Там ремонт шел, теплотрассы. Экскаватор яму копал. И что? Я понял по разговорам, они там копошатся уже несколько дней. Рабочий вспомнил, он у Борисова стрелял сигареты. Опа. И видел, как Борисов поймал попутку и поехал в направлении Павлова поля. Прямиком к Жилинскому. Угу. Ну, молодец, Ореол. Значит, завтра с утра к Борисову прямиком и поедем. Есть. А сейчас погнали домой. А Боря пропал. Как пропал? Да вот так. А когда вы видели его в последний раз? Вчера утром. Вечером я с подругой в театр ходила. Он пришла домой, а Бори нет. Галина Васильевна, давайте начистоту. Я знаю, вы покрываете мужа. Вы нам соврали. В вечер убийства Жилинского ваш муж отсутствовал как минимум полтора часа. И вы это скрыли. Угу. И пойдете под суд. Как миленькая задача ложных показаний. А что мне оставалось делать? Он бил меня. А если бы я правду сказала, он бы меня вообще убил. Дальше показывать? Нет. Извините. В тот вечер он пришел. Где-то в половине одиннадцатого. Боря, привет. Боря, а что это у тебя? Боря, это что, кровь? Боря. Если ты хоть кому-нибудь, хоть слово скажешь, скорую вызывай. Скажешь, у меня давление скакануло. Поняла? Как вы вообще с ним живете? Да как-то так и живу. Он не всегда такой. Иногда хорошие бывают. Когда и забьет, меня дарят дорогие подарки. Вот животное. Такое нельзя терпеть. Легко сказать. А я ведь даже на работу не могу ему позвонить, потому что я боюсь. Понятно. Как думаете, где он может быть? Я даже не знаю. А у вас есть дача? Или может гараж? Нет, дачи нет. Гараж здесь, в соседнем дворе. А ключи? Да, я поищу. Угу. Я ее прекрасно понимаю. У меня отец-мать тоже бил. Значит так. Борисова в розыск. Задумал, установи наблюдение. Нам еще второго трупа не хватало. Есть. Вечером возле собственного дома убит Леонид Жилинский, директор харьковского ресторана «Охотник». Его зарезали ножом с длинным лезвием. Орудия преступления на месте не нашли. В день смерти Жилинский наведывался в ресторан «Маяк». Выяснилось, за два года до событий убитый со скандалом уволил из «Охотника» администратора Бориса Борисова. Теперь Борис работал в ресторане «Маяк» и метил на место директора. Но, похоже, на эту должность претендовала дочь Жилинского. Подозрение в убийстве падает на Борисова. Молодой администратор исчезает из поля зрения следствия. Машина на месте. Значит, скрывается где-то недалеко. Ну, или взял билеты и уехал из города. Возможно. Мы тут осмотрим. Вы не против? Да, конечно. Делайте все, что вам нужно. Так. Шины влажные. Значит, недавно на ней выезжал. А это что такое? Гадость какая. Паук? Ага. Настоящий? Так кто ж его знает? Павел Иванович. Ау. 18 сантиметров. Ровно. Прекрасно, Коль. Забирай на экспертизу. Ну, это что такое? Это его дубленка? Да, это Борина. В тот вечер он в ней и пришел. Это кровь? Да, это кровь. Вот все и сложилось. Это тоже на экспертизу. Есть. Экспертиза подтвердила. Ножом, найденным в гараже Борисова, был убит Леонид Петрович Жилинский. Кровь на дубленке соответствовала его группе и резусу. В общем-то, как я и думала. Осталось дело за малым. Найти Борисова. Ну, думаю, это была непростой задачей. Понятно же, что Борисов человек хладнокровный, жестокий. Но нерасчетливый. Вы знаете, Артем, на удивление, его очень быстро нашли. Что ж такое? Ну? Да что ж такое? Ну, тормози же! Тормози! Твоя ж дивизия. Дура! Ты что, не видишь, куда прешь? Извините, пожалуйста, у меня что-то с тормозами случилось. Гололед нужно на трамвае ездить. Старший лейтенант Агеев. Будем оформлять. Да я же вам правду говорю. Еще есть открытый багажник. Девушка, а вы, случайно, не выпили? Да я не пью. Сеперный тет. Доброе утро, Павлович. Здорово. Чай будет? Можно. Ага. Да. Да, Чугай слушает. Кто просил позвонить? Жилинская? Да, знаю такую. А что? Ага. Что-что? Да, понял. Выезжаю. Чай отменяется. Собирайся. Поехали. Давай, давай, давай. Ну, что у тебя, Альберт Николаевич? Смерть наступила в результате удушения. Больше суток прошло. Ага. И что? Он все время в багажнике и пролежал? Думаю, да. Ясно. Вы можете объяснить, что гражданин Борисов делает в вашем багажнике? Я не знаю. Я впервые села за руль после смерти отца. А где все это время стояла машина? Во дворе на площадке. К сожалению, я вынужден вас задержать. Коль, забирай гражданку в отделение. Будет сделано. Инна, пройдемте. Да. Странная история. Допустим, Инна отомстила за смерть отца. Кровная месть? Можно? О, ты как раз кстати, Альберт Николаевич. Что там у тебя? Ну, что я вам скажу, коллеги. Прежде чем задушить вашего Борисова, его сначала отключили. В желудке обнаружена приличная доза снотворного. Это прям очень по-женски. Мужик-то он сильный, без снотворного с ним не легко справиться. Посмертные гематомы. Так что она его, труп избивала? Исключено. Мое мнение, что тело куда-то перекладывали. А, ну ясно куда, в багажник. Только непонятно, зачем ей так рисковать. Зачем так долго труп в своей машине держать? А вы что, уже сомневаетесь, что это она? Ну, да, слушаю. А, Игорь Ильич, здорово. Что-что? Понял. Спасибо. А вот теперь сомневаюсь. В машине Инны кто-то специально подрезал тормозной шланг. Кому выгодно смерть Борисова? М? Жена бы его уж точно перекрестилась. Точно. Жена Борисова. Молоток, Коля. А что, если Борисов не зря ее ревновал? Вы думаете, она это провернула с любовником? Знаю, не знаю. Значит так, Инну мы отпускаем. Возьмешь с нее подписку о невывезде. И сразу к Галине. Посмотрим на ее реакцию. Ты чего сидишь? Давай за работу. Бедный, боже, бедный мой, Боречка. Как же я теперь без тебя? Галина Александровна, мне нужно задать вам несколько вопросов. Да, конечно. Где вы были в вечер убийства? Я с Антониной, подругой, в театр ходила. Я же вам вчера все рассказала. Корешки и билеты сохранились? Думаю, да. А после театра? Домой приехала. На чем? Да, на троллейбусе. Подруга Тоня потом пригласила к себе на чай. А где подруга живет? Ну, прямо под нами. Но я сейчас нет, ее в больницу увезли. Понятно. Хорошо. Спасибо. Пойдем. А что с ней? У нее рак мозга. Только обнаружили? Нет, ну, мы давно ожидали обострения. И вот... При таком диагнозе все случается очень быстро. Она сейчас в сознании. Ну, я думаю, что это недолго. Поэтому, в общем, у вас пару минут. Понял. Спасибо. Добрый день. Следователь Павел Чугай. Здравствуйте. Что вы хотели? Убитый супруг вашей подруги Галины. И она утверждает, что в этот день вы вместе с ней ходили в театр. Ну, да, так и было. А после театра? После мы сели в автобус и поехали ко мне пить чай. В автобус? Вы что, Галю подозреваете, что ли? Да, но мухи не обидит. Доктора позовите. Больно. Да, сейчас. Долтар. А вы домой из театра на чем ехали? На троллейбусе. Я же вам уже говорила. Нестыковочка получается. Ваша подруга утверждает, что вы на автобусе возвращались домой. Ну, она ведь могла что-то и напутать. Вы же сами видели, в каком она состоянии. Угу. Да, слушаю. Да, что, Гай? Это врач Антонины. Вчера вы к нам приходили? А, да, да. Я вас слушаю. Она умерла. Я понял. Перед смертью просила передать вам письмо. Письмо? Спасибо. Ваша подруга умерла. А где письмо? Там есть фотокопия. Сейчас я вам помогу. Ну, вот так. Так, прошу не винить в смерти Борисова Бабе никого другого, кроме меня. Терять мне больше нечего. Антонина. Антонина Таран. Да. А почему же ей терять больше нечего? Я вам сейчас объясню. Дело в том, что Антонина о своем диагнозе знала. И перед смертью захотела сделать что-то полезное в этой жизни. Вот и решила освободить подругу от мужа-садиста. Убийство? Сомнительное доброе дело. Я ее не оправдываю. Ну? Ну что, нас можно поздравить? Чистое сердечное признание. Ага. Дело закрыто. Да бред это полный. Как она одна могла все это провернуть? Как она дотащила труп Борисова до багажника Инны? Ну вот же она написала, что для перевозки тела воспользовалась машиной Борисова. Угу. И тормозной шланг тоже она перерезала? Учительница английского? Короче, я беру санкцию и едем к ней на квартиру. Есть. Павел Иванович. Ау. Есть. Что это? Снотворное. Тут его много. А у вас как дела? Да вот считаю признание в любви Антонине Михайловне. От ученика 10 класса Булыгина. Молодой кавалер. Угу. Молодой кавалер. После шестого урока ко мне в кабинет. Может поговорить с коллегами? Может расскажут что-то о ее личной жизни? Правильно мыслишь, Коля. Но сейчас в школе делать нечего. Поэтому по домам. Завтра поедем. Как это все внезапно. Мы конечно знали, что Антонина больна. Но она всегда была такой оптимисткой. Угу. А вы что-то знаете о ее личной жизни? Она с кем-то встречалась? Замуж она так и не вышла. А когда узнала о болезни, старалась отношения не заводить. Угу. Нина Ивановна, тут мама Булыгина пришла. Я сейчас подойду. А она у этого Булыгина была учителем английского? Это не ученик. Это наша головная боль. Хулиган? Представляете, две недели назад угнал машину, покатался и вернул хозяина под подъезд. Он ее повредил? Нет. Вернул в целости и сохранности. Но хозяин оказался принципиальным. Наказать требует. Ну, имеет полное право. Это ведь угон. Ну, она мучается. Еще претензию предъявляет, что пропал набалдашник с этой, как ее... Коробки передач? Точно. Там еще внутри гадость какая-то была. Паук. Понял. Спасибо большое. Хозяину автомобиля показали набалдашник с пауком, который нашли в гараже у Борисова. И он подтвердил вещица его. А также на этом предмете обнаружили отпечатки пальцев, которые принадлежали Дмитрию Булыгину. А это значит, что Булыгин был в гараже у Борисова и обронил там эту штуковину. Твои отпечатки обнаружены на машине Борисова. Ты не везде стер. Так что давай, рассказывай и не виляй, как убивал Борисова. Так, это не я. Антонина же все вам в письме написала. Опа. А откуда же ты про письмо знаешь? А? Вот. Значит, был в курсе всего этого. Блин, был. Только я этого Борисова не убивал. Просто труп перетаскивал. Когда я пришел в гараж, Борисов был уже мертв. Ты почему так долго? Тоня, я же осторожно, чтобы никто не заметил. Ну давай, клади его в багажник. А потом я сел за руль машины Борисова. И поехал, куда сказала Тоня. К машине Инны Жилинской. Не знаю. Голубой москвич. Забросил тело Борисовой в багажник. А зачем ты тормоза перерезал? Расчет был, что она не справится с управлением. Приедет милиция и обнаружит труп. Ха. Тут ты не прогадал. А зачем ты на это все пошел? Тебя что, заплатили? Можно сказать и так. За это Тоня... В общем, я ее любил очень сильно, и она согласилась. А это больше, чем деньги. Романтик хренов. Дмитрий Абулыгин. Суд приговорил к семи годам лишения свободы за соучастие в убийстве Бориса Борисова. А вот Галину к ответственности привлечь не удалось. Прямых доказательств соучастия в убийстве обвинения не было. Через год Галина выбросилась из окна. Она оставила записку, что это она виновата в смерти мужа, хоть и убила его не своими руками. А вы заметили, что это был за паук? Случайно, не черная вдова? Артем, вам повсюду пауки мерещатся. А почему именно черная вдова? Ну как почему? Самка черной вдовы съедает самца. Борисова тоже своего мужа отправила на гибель. По-моему, вам на сегодня хватит. Идите домой. И не делайте никаких обобщающих выводов. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Ларисочка, давайте будем гримироваться. Вы знаете, наш режиссер от вас просто без ума. Спасибо. Начнем с шейки. Агната, стой! Ты куда? Убери руки! Я хочу на нее глянуть. Стой, сумасшедшая! Уйди! Что за приничка? Ты что делаешь? Новую себя фаворитку нашел, да? На чем она лучше, чем я? Посмотри на нее, это же бледная моль! Все! Я устал от тебя! Пиши заявление! На коленях еще приползешь, змей проклятый! Просить еще будешь! Ты его не пойдешь! Я сказал, что тебе не будет! Отпусти! Что, грамотно стало, да? Как твоя профортистная лица? Столя, не надо! Не надо, я прошу тебя! Я что сказал? Я сказал, вернись! Весной дорогу проложат Все изменится Да Здесь трасса таки просится Да что такое? Ух, е-мое! Ух, е-мое! Я за милицией! Ткань для платья Не подскажете, Артем? Пять букв Ткань для платья Не знаю, может, ситец Ситец Спасибо, подходит, правильно Ну, а у вас что? Да что, вот В лесу под Киевом Где в будущем 63-м году Собирались возводить трассу В 62-м В январе Геодезисты Обнаружили тело На место Выехала Опергруппа Во главе со старшим Оперуполномоченным Капитаном Виктором Петровичем Джулаем О, самый умный идет Сейчас начнется Так, я пошел Давайте еще раз Все по порядку Еще раз? Да, еще раз Докладывай Только быстро Труп Барышня Это и так понятно Что бы существенное Есть Возраст, например Молодая Лет до 30 Рана Колота-резаная Повреждены кости грудины Думаешь, нож? Сложно сказать Рана колотая Остальное по почве Рыжит давно? Сложно сказать Думаю, месяц Неделя плюс-минус Слушай У тебя всегда Все сложно сказать? Труп обезображен Лицо разбито Камнем или кирпичом Значит, получается Билли Чтоб нельзя было Опознать Да Зложно сказать Может Какой-то псих Злобу вымещал Что это Позолота? Да Камень Горный хрусталь Цепочка Серебряная А камушек-то На горный хрусталь Похож Рассказывай Только быстро Верхнюю одежду Не нашли Платьишко Нарядное Шерсть Ткань дорогая Ну и туфельки Не по погоде Верхнюю одежду Не нашли Значит Плохо искали Или девушку В лес привезли Вот заявление Пропавших За последние два месяца Подходит Маргарита Слепцова 20 лет Пропала 27 ноября 61 года Студентка Пединститута Ну, по одежде Сходство Группа крови Первая положительная Как у нашей убитой Платье желтое Пальто Драповая туфль А ведь по одежде Сходство есть Ты вот что Вызывай-ка родителей На опознание Не люблю я эти Процедуры Бедные люди Что по орудию убийства? Судя по характерному Повреждению Костей грудины И наличии ржавчины Девушку закололи Узкой половиной Портновских ножниц Проходите Сюда, пожалуйста Риточки Риточки Платье 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 Соля А опознать вещи убитой. Это ее платье. Клавка шила. Это мы ей на 20-летие подарили. Только туфли не ее. У нее таких не было. Это... Это... Лариса Луканиной. Лучшие подруги. Это выдержки? Да. Это ты запрещала Риточке покупать модные. Это ты казарму ей устроил. Это все из-за тебя. Ты себя слышишь? Из-за тебя. А ну хватит. Дома будете склоки устраивать. Самоленко. В тот день Риточка нагрубила отцу. И сбежала из дома. Мы ее больше не видели. А вы часто ссурились? Часто. Я была у них буфером. Клава права. Это я виноват. Это все из-за меня. Надо было тогда держаться. Виноват тот, кто убил вашу дочь. Клавдия. А Рита писала стихи? С пяти лет пишет. Печаталась в пионерской правде. Потом в пионере. Вы знаете, она даже в юности печаталась. Она была настоящий талант. Скажите, а вы что-нибудь знали о планах вашей дочери на тот день, когда она пропала? Знаете, Риточка была такая замкнутая. Я только по телефонному разговору поняла, что она собирается с девочками на танцы. Если бы я знал, что все так случится, я бы просто закрыл дверь и никуда бы ее не пустил. Это Лариска, все. Это она ее с пути сбила. А как нам найти эту Лариску? Они учились вместе в институте педагогическом. Бедная Рита. Я надеялась, что она все-таки найдется живая. А у вас лицо что-то знакомое. Вы случайно по делу не проходили? Нет. Я диктором в телестудии работаю. Первый телеэфир в столице Украинской СССР состоялся 6 ноября 1951 года. Накануне, 5 ноября, сотрудники телецентра устроили техническую пробу. Разместили несколько телевизоров по разным уголкам Киева и запустили художественный фильм Марка Донского «Алитет» уходит в горы о борьбе Чукчи против американских колонизаторов. Проба прошла успешно. К 1953 году по инициативе тогдашнего главы республики Никиты Хрущева построили полноценный телевизионный центр на Крещатике-26. Примечательно, что его полностью оснастили советской аппаратурой. Тогда, как телецентры в Москве и Ленинграде работали на оборудовании американской фирмы «РСА». Так произошло, потому что во время строительства Киевского телецентра началась холодная война. О закупке техники из Америки не могло быть и речи. Вы, наверное, меня по телевизору видели? Да, точно. Точно. По телевизору видел. Лариса, как ваши туфли оказались на Рите? Она попросила у меня их на танцы. Значит, получается, она на кого-то хотела произвести впечатление. У нее был молодой человек? Не знаю. На танцы мы втроем собирались. Я, Рита и Наташа. Ну, Рита, правда, говорила, что кто-то есть, но я ей особо не верила. Она жила в каком-то своем мире. Фантазерка. И потому родители ее не понимали. Мама понимала. Папа нет. Он мужик неотесанный, работяга завода. Ой, извините, мне на пару пора. А как найти третью подругу, Наташу? Она сейчас в подсобке 12-й аудитории. Син-газеты рисует. Идем. Обычно мы с Ритой вдвоем делали выпуск. Я рисовала, она писала стихи. День исчезновения, вы ее видели? Да, в институте. В тот день, кстати, тоже делали стенгазету. На танцы сегодня идешь? Конечно, иду. Я уже даже туфли Лариски взяла. Серьезно? Папа отпустил? Я не спрашивала. Ну, мать скажет, что у бабушки буду ночевать. Рита, мне кажется, тебе срочно нужно замуж. Тогда и у папы ничего спрашивать не придется. Да, уж с таким папой все женихи разбегутся. Вообще, знаешь, мне кажется, что я скоро не выдержу и просто убью его. Ну, или он меня. Сплюнь, дура. Вот так. Ясно. В лесу неподалеку от Киева геодезисты нашли труп молодой девушки. Ее зарезали портновскими ножницами, а затем обезобразили лицо. Среди вещей убитые сыщики обнаружили цепочку с кулоном из горного хрусталя. По личным вещам и одежде родители опознали в жертве свою дочь студентку Пет-института поэтессу Маргариту Слепцову. Выяснилось, у нее были сложные отношения с отцом. Вы разговаривали с Твердохлебовым? Он сильно расстроился. Кто такой Твердохлебов? Это наш бывший преподаватель. Работал у нас раньше. Вел литературные конкурсы. Он отправил стихи Риты в Москву и их напечатали в юности. Как нам найти Твердохлебова? Я не знаю, он уволился. Спросите у Локана. У Луканина. Это наш декан. Он просто в парике ходит. Луканин? Фамилия такая же, как у вашей подруги Ларисы. Да, он ее отец. Пошли. Риту убили. Твердохлебов уволился. Я бы тоже обратил на него внимание. Вы имеете в виду молодого преподавателя? Да. Молодого преподавателя Твердохлебова. Я так понимаю, Рита была его протеже, раз ее печатали в литературных журналах. Ой, Артем, это сейчас протеже. А раньше люди добывали себе славу таланту. Ну, это вопрос спорный. И тем не менее, Твердохлебов уехал в Чугуев в тот день, когда пропала Рита. Гражданин Луканин? Да. Старший уполномоченный Джулай, уголовный розыск. Чуть не разминулись с вами. Нам сказали, что вы уже уехали. Да, я на священие спешу. У нас к вам есть пару вопросов. Это вы, наверное, о Риточке? Слышал, слышал. Горе-то какое. Чем могу? Скажите, когда и почему уволился от Твердохлебов? В ноябре уволился. Точнее, в конце ноября. Он нашел себе работу в Чугуевске, в военном училище. Странно. Даже более чем странно. Променять столицу на периферию? Ничего странного. Он жениться решил, а здесь он жил в общежитии. Там ему дом предложили. Так что, сами понимаете, жилищный вопрос. Нам нужна фотография и вся подробная информация о нем. Конечно. Зайдите в отдел кадров, там все есть. Зайдите. 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 А он сейчас в училище на занятиях. А вы, простите, невеста. Лера. А, очень приятно. Так а может, вы пройдете? Ну, подождете. Нет, спасибо. Я, я в училище его найду. Жаль. Ну, вы бегите. У него как раз экзамен закончился. Спасибо. Кто приходил? Из милиции? Ну, этого нам еще не хватало. Да ты хоть понимаешь, что нам за это все может быть? Добрый день. Константин Твердохлебов? Это я, слушаю вас. Убита ваша студентка Рита Слепцола. Что? Не может быть. Я слышал, что Рита пропала, но чтобы ее убили... тело найдено в лесу. Сильно обезображено лицом. Чем я могу помочь? Я понимаю, для вас это может быть неприятно, но мне нужно задать вам несколько вопросов. Когда вы видели Риту в последний раз? В день моего отъезда в институте. Почему вы так резко уволились? Да, вопросы неприятные. Я не резко уволился. Все по закону. Я написал заявление за две недели до ухода. Можете проверить. Проверим. Где вы были 27 ноября? Я собирал вещи, а потом в 7 часов вечера мы с Лерой уехали. Свидетели есть? Шофер. Он в Киеве из училища форму забирал. Потом и нас подхватил. Шофер. Скажите, Рита вам жаловалась на отца? Прямо нет, но она выражала свои страдания через поэзию. Благодарю. Я проверил. Твердохлебов действительно уехал на машине с невестой в тот вечер. У меня из головы не идет фраза, которую Рита сказала подруге про своего отца. Иногда мне кажется, что я убью его. или он меня. Слушай, ну давайте я же поговорю с соседями. А вдруг нам отец чего-то не договаривает? Рита ведь могла сказать это фигурально. А могла и буквально. она же поэтесса. А поэты люди странные. Ты вот что, езжай-ка поговори с соседями. Ну может, нам отец чего-то не договаривает. Я этот день хорошо помню. Холодно так было. Рита выбежала из подъезда, а Толя за ней. И кричал, если она не остановится, то домой может не возвращаться. А если вернется, так он ее убьет. Так я сказал? Ну это он в сердцах, вы же понимаете. Да, я понимаю. Проходите, проходите. Постарайтесь вспомнить, он когда побежал за Ритой, он тогда сразу вернулся? Или нет? Не вернулся. Но это ж ничего не значит. Да, конечно, это ничего не значит. Рассказывайте подробно. Вы погнались за Ритой. Что было дальше? Я ее не догнал. Устроения возвращаться домой не было. Зашел в рюмошную. Как долго были в рюмошной? Долго сидел. Домой вернулся поздно. Подтвердить, конечно, некому. А зачем подтверждать? Ты на что намекаешь? А я не намекаю. Убил и отвез в лес. Не падал. Сидеть! Гражданин Слепцов, вы задержаны по подозрению в убийстве Риты Слепцовой. Бред! Конвойный! увезти. Это вред! Значит так, я в прокуратуру возьму санкцию на обыск и к Слепцовым. Хочешь найти орудие убийства? Это если повезет. И еще. Одежда Риты. Она не могла просто так исчезнуть. нет ничего. Я не понимаю, да что вы хотите найти? Здесь тоже ничего. А вам ничего не нужно понимать. Вы санкцию прокурора видели? Тут тоже ничего. Ножницы ваши? Мои. Я шью. Здесь ничего. болтик развинчивается. Да, постоянно. Значит так, это мы забираем на экспертизу. Здесь тоже ничего. За тумбой смотрел? Еще нет. Ничего нет. За диваном. Нашел. Вам знакома эта вещь? Нет. А что это? Это мужской парик. Артем, а вы знаете, как называются люди, которые изготавливают парики? Опять вопрос в кроссворде? Парики, парик, парик, парик. Постежор? Постежор подходит? Ну, вы что думаете, я с утра до вечера не кроссворд решаю? Вы дело-то читаете? А, да, дело читаю. Вот вы к чему. Да, оперативник ходил к постежору и подозрения сыщиков подтвердились. Парик 56-го размера цвета шатен принадлежал декану филфака Луканину. Это что получается? Луканин был дома у Риты? Ну, что? Такие интимные вещи, как парик, случайно в чужих домах не оказываются. Что по ножницам? Экспертиза показала ножницы чистые. По форме на орудие убийства не тянут. Надо Луканина трясти. Возможно, он встречался с Ритой. Я вот о чем подумал. А что если Луканин тайно встречается с Ритой? Естественно, боится огласки. Потом они ссорятся. Рита угрожает все рассказать. И Луканин ее убивает. Что думаешь? Отличная версия. Давай теперь вызовем его и узнаем, как его парик оказался под диваном у Риты. Звони. Алло, деканат? Из милиции беспокоят. Николая Антоновича можно? Нету его? Ага, ясно, спасибо. Говорят, поехал на телецентр к дочери на работу. Ну и что стоим? Поехали. Поехали. Я вот позвоню куда надо и быстренько вашу контору прикроют. Ясно тебе? Папа, не надо. Или посмолку репетируют? Пьесу ругают. Товарищ, а что происходит? Папа не хочет, чтобы я работала диктором. Это мой шанс. Какой шанс? Ты даже не доучилась. Занятия пропускаешь. Ты что, не понимаешь, что через год найдет такую же дуру, как ты, а тебе пинкоп под зад? Да послушайте, все съемки проходят вне учебного времени, а во вторых... Заткни рот свой. Я знаю, как у вас проходит. Через постель все. Ты зануда. Недаром от тебя мама ушла. Помолчи! Ты такая же кемать твоя, легкомысленная. Хватит, не устраивайте балаган. Ваша дочь очень талантливая девушка. Она стажировалась у нас, и тут уходит Агнета, ведущая бывшая, и заменить некем. И ваша Лариса оказалась как нельзя кстати. И, между прочим, у вашей дочери идет стаж. Да какой стаж нафиг? А с тобой мы поговорим дома. Минуточку. Вначале вы поговорите со мной. И не дома. Да вы с ума сошли? Ну, ну, что вы такое говорите? Рита же не в дочери годится. И Лариса с ней дружила. Ну, как вы вообще могли такое подумать, а? Когда это кого останавливало? Виктор Петрович. Там Клодия пришла, вылезная поговорить срочно. Хорошо. Сейчас поднимусь. Проходите, присаживайтесь. А вы понимаете, я... Если вы по поводу мужа... Нет. Я по поводу Николана Антоновича. Луканина? Рассказывайте. Только быстро. Вы понимаете, я... Он... Ко мне приходил. То есть вы с ним... Любовники? Рита, она застала месть. Понимаете, это... Это я виновата, что она убежала из дома. Насколько я помню... В морге вы сказали, что ваш муж виноват. Он тоже. Но и я... Мы оба... Каждый по-своему. Выпейте, успокойтесь и можете идти. Как Риточка хотела это платье. Как Риточка хотела это платье. А ее в нем... А ее в нем мертвые нашли. Она была такая красивая. Она была такая красивая в нем. Вы знаете, я... Весь город оббегала, чтобы найти эту ткань. В последнем магазине купила... Лимонный атлас для штор. И с него я пошила. Шерсть. Платье из натуральной шерсти. Да нет, что вы. Оно из недорогого атласа. Но смотрелось великолепно. Ждите здесь, я сейчас вернусь. Значит, это два разных платья. Вот это два разных платья. Может быть и девушки разные. Ничего себе. Что? Родинка. Опять вы? Где ваша невеста? Ее нет. Кость, ну где дрова? Рита! Рита Слепцова! Здравствуйте, Рита. Сначала вас трудно было узнать, но вас выдала родинка. Лучше бы я вам не открыла. Может, мы присядем и спокойно все обсудим? Рот закрыл и сядь. Рассказывай, как, когда и почему ты оказалась в этом доме? Я решила начать новую жизнь вместе с Костей. То есть, проще говоря, сбежала к мужику? Да какой же вы ханжа. Человечество давно шагнуло вперед. Мы в космосе побывали, а вы все со своими пещерными взглядами. Отношение к добрачным связям стало меняться с конца 1950-х годов. В советском кино появились первые открытые сцены из интимной жизни героев. В фильме Михаила Рома «Девять дней одного года» о молодых ученых-физиках в то время самой прогрессивной части общества сексуальные отношения героев вне брака выступают как норма. Журнал «Крокодил» в 1962 году разместил и за шутку Льва Самойлова. На рисунке директор сообщает коллеге «Завтра десятиклассники идут в театр. Примем меры предосторожности. Вдвоем они спешно меняют на афишах театра слово «любовь» на слово «дружба» и «уважение». Так появились новые названия пьес «Коварство» и «Уважение», «Уважение к трем апельсинам», «Дружба с первого взгляда». Не пощадили даже имена. Так «Любовь Яровая» неожиданно стала «Другом Яровая». А родителей не жалко? Не жалко! Я когда мать увидела в постели с тем локоном, мне в голове все перевернулось. Ее мать можно понять, с таким отцом, как у нее. Рот закрыл и сядь. Ладно, она девчонка, но ты-то взрослый мужик, педагог. Вы вообще думали, на что вы идете? На что? Рита совершеннолетняя, мы любим друг друга, мы же никого не убивали. А вот тут и вопрос, кто та девушка в лесу, труп которой мы нашли, и почему на ней вещи Риты? Какие мои вещи? А ваш кулон и туфли, которые вы брали у Ларисы на танцы. Кулон я выбросила, а туфли я дома оставила. И вообще мы в тот вечер с Костей из Киева уезжали. То есть вы сказали всем, что поехали на танцы, а на самом деле вы просто исчезли? Да. Ну да. А потом, когда совершенно случайно нашел твой кулон, совершенно незаметно проблезть твою квартиру, взяли твои туфли, и все это совершенно случайно надели на убитую девушку, так? Не сходится? Значит так, оба проедете с нами. Да погодите вы, Рита все время была со мной, она ничего такого не делала. Закрой рот и сядь! Кошки-мышки с нами поиграть решили? За это придется ответить. И еще о том, что Рита жива, никто не должен знать. Это ясно? Кошки-мышки решили поиграть? А вот за это придется ответить. В лесу неподалеку от Киева геодезисты нашли труп молодой девушки. Ее зарезали портновскими ножницами, а затем обезобразили лицо. По одежде и кулону из горного хрусталя в убитой опознали студентку Маргариту Слепцову. Однако позже сыщики установили – Маргарита жива. Она уехала со своим возлюбленным Константином Твердохлебовым, преподавателем Петинститута. Перед следствием вновь встал вопрос, чье тело обнаружили в лесу и почему на убитой девушке были вещи Слепцовой. Вот это да. Неожиданно. Одинаковые платья из разных тканей. Вы меня слышите? Ну вот, Артем, вы мне неправильно слово подсказали. Хорошо, что я карандашом записала, стереть можно. А если бы ручкой? Какое слово? Ткань для платья, не ситец. Вы специально задали мне этот вопрос. В этом деле такая же ситуация. Платья одинаковые, а ткань разная. Атлас. Атлас. Ну и что вы об этом думаете? Ну что, я думаю, что в первую очередь нужно понять, кто была убитая. Может быть, мама Риты сшила и убитой такое же платье? Об этом могла рассказать только мама Риты. Нет, я только Риточки сшила. Ну а фасон где брали? Какой будет модный журнал? Нет. Риточку на телецентр пригласила Лариса. Она увидела это платье на дикторе. У нее еще имя не наше. Я позвоню. Самоленко, это Джулай. Дуй на телецентр, только быстро. Не знаю. Не наше имя, только Огнеты. Но она уже больше месяца не работает. Написала заявление об уходе. А почему ушла? Зосенька, иди, пожалуйста, погримируй. Пожалуйста. Понимаете, Огнета стала популярной. У нее появились поклонники, ну и все такое. В общем, слава испортила человека. Но после появления Ларисы, она что, с цепи сорвалась? Я хочу на нее глянуть. Стой, сумасшедшая! Уйди! Что за приничка? Ты что делаешь? Ну, вы у себя фаворитку нашел, да? На чем она лучше, чем я? Посмотри на нее, это же бледная моль! Все! Я устал от тебя! Пишу заявление! Так, понятно. Где можно найти эту Огнетту? Она снимала комнату у хозяйки. Адрес я вам напишу. Пишите. Ну вот, здесь она и жила. Скажите, а давно она уехала? 27 ноября. В тот день, когда Рита сбежала от родителей. Странное сопадение. Вы когда-нибудь видели на ней вот это? Нет, такой кулон я бы запомнила. Из украшения она носила только сережки. А писать сможете сережки? Золотые, с жемчужинками. Огнета купила их с первой зарплаты. Целый месяц потом голодала. А машинка швейная-то ваша или ее? Моя. Ножницы портновские есть? А ножницы соседей украли. Ничего оставить нельзя. Когда украли? В тот день, когда Агнеточка съехала от меня. Куда она уехала? В Энспелс. У нее бабушка там живет. Спасибо, до свидания. До свидания. Ясно, спасибо. Ну что? В Энспелс она не доехала. Но 27 ноября Рижский поезд отходил. Давай-ка мы с тобой на вокзал проедемся. Может, проводники что расскажут. Кстати, 27 числа отправлялся Рижский поезд. Вещи Агнеты сыщики обнаружили в камере хранения невостребованных вещей на вокзале. Получается, она никуда не уехала. А вот и сравнительная судмедэкспертиза на основе зубной карты. Тело девушки, найденной в лесу под Киевом, принадлежит Агнете Струнгурия. Агнете Струнгурия. Значит, получается. Убита бывшая ведущая телевидения Агнета Струнгурия. Но на ней же обнаружены некоторые вещи Риты Слепцовой. М-да. Я только не понимаю, какой у Риты мог быть мотив. Что подойдет, какой был мотив. Нужно понять, что их связывает. Общие интересы? Рита дружила с Ларисой. А Лариса работала там же, где и Агнета. Ты вот что. Езжай-ка поговори с Ларисой. Может быть, она что-нибудь расскажет. Как-никак, Рита дружила с Ларисой. А Лариса работала там же, где и Агнета. Смотри, смотри. Побежала, побежала. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Вы ко мне? Да. Надо кое-что обсудить. Иди, забери мою шубу. Скажите, Рита была знакома с Агнетой? С Агнетой? Да. Вряд ли. Она вся такая неприступная. Звезда экрана. А Рита? Рита попроще. А почему вы спрашиваете? Извините, тайное следствие. Ну-ну. А где Лариса? На улицу пошла. Красивые сережки. Спасибо. Простите, мне нужно Ларису догнать. Виктор Петрович. Стучаться надо, Самойленко. У Агнеты были серьги какие? Золотые с жемчугом? Да, и что? У Наташи, у третьей подружки. Серьги подходят под описание. Где она? Ты ее допросил? Нет, я не знаю, как-то не сообразил. Соображать надо, Самойленко. Поехали к ней. Наташа, что у вас случилось? Почему вы плачете? Настроения нет. Сегодня на вас были сережки. Где они? Их Лариса забрала. Сначала подарила, а потом забрала. Возьми так подруги поступают. То есть сначала подарила, а потом забрала. А когда она их вам подарила? На день рождения? На танцах. Как раз тут я чуть, когда Рита пропала. За что подарила? За что подарила? Она тогда опоздала на танцы. И попросила, если вдруг кто спросит, сказать, что мы пришли вместе. Почему она опоздала? Она была женатым мужчиной. То есть сережки вы получили за молчание? А потом она их забрала. Да, история с сережками интересная. Но не факт, что они принадлежали Агнете. Ну да. Но мало ли золотых сережек с жемчугом в городе. Вот и я о том же. Только я бы на месте Джулая повторно бы Риту допросил. Она же явно ворола, что туфли оставила дома, а кулон выбросила по дороге. Да. Резонно. Действительно странно. Как эти вещи оказались на теле покойной? И вот еще. Ну вот. Я бы задержал бы жениха Риты Твердохлебова. Они тайно сбежали из города, и он явно ее покрывал. Резонно. Только Твердохлебов сам скоро явился в милицию. Да? Да вы поймите, Рита убить не могла. Не такой она человек. 26 ноября. В котором часу она к вам приехала? Где-то в половине шестого. А из дому вышла ровно в четыре. До вас идти 20 минут. Где она была все это время? Это она в благородство играет. Только не пойму, зачем ей таких жертвы? Она у Ларисы была. Я привез Ларису. Веди в кабинет. Я сейчас подойду. Никаких сережек я Наташе не дарила. Я просто дала их поносить. Покажете сережки? А я их где-то потеряла. Нерассеянная. Сделаю вид, что поверю. 27 ноября вы были на танцах? Конечно. А в котором часу вы туда приехали? В семь часов вечером. Да? А ваша подруга утверждает, что вы приехали туда только к десяти часам? Растрепалась. Да, я приехала под закрытие. Потому что все это время я провела с мужчиной. Имя мужчины? Не скажу. Он женат. Послушайте, а что вы меня в чем-то подозреваете? Когда вы виделись с Ритой в последний раз? 27 числа. В днем в институте. Я уже говорила. А у нас есть информация, что вы виделись с Ритой после того, как она сбежала из дома. Она приезжала к вам, чтобы вернуть туфли и подарить кулончик на память. А вот теперь объясните, каким образом эти вещи оказались на трупе? Да кому вы верите? Ритке? Да это она убила Агнету и сбежала, чтобы на нее никто не подумал. Неужели непонятно? Откуда ты знаешь, что труп это Агнета? И что Рита жива? Даже ее родители не знают об этом. Попалась? Попалась. Это не специально получилось. Я не хотела ее убивать. Рассказывай. Да, ко мне приходила Рита. Я когда свою маму с твоим отцом увидела, я просто до речи потеряла. Не ожидала такого от него. Ну, надеюсь, мы останемся подругами. Ты же на танцы хотела в них. А я уезжаю. Навсегда. Это тебе. На память. И что? Мы больше никогда не увидимся? Боюсь, что да. А через час пришла Агнета. Это все из-за тебя. Что думаешь, заняла мое место? Что думаешь, у меня получится? Не получится. Господи. Господи. Если это была самооборона, как вы говорите, почему вы тогда не позвонили в милицию? Чтобы моей карьере пришел конец? На меня после этого не то, что на телевидении. Меня даже в сельскую школу никто не взял бы. Как труп оказался в лесу? Вывезла в багажнике отцовской машины. Почему решили сделать из нее Риту? А непонятно. Нам все понятно. Я это от тебя хочу услышать. Да потому что у Риты было такое же платье. Потому что ее мама знала, что к этому платью она постоянно берет у меня мои бежевые туфли. И потому что она как раз подарила мне свой кулон. Ясно? Ясно. Лицо. Лицо я ее разбила. Чтобы никто не смог опознать. А потом зарыла ее и уехала. Все. Вот теперь все. Конвойный. Увести ее. Ларису Луканину приговорили к семи годам тюремного заключения. За примерное поведение она вышла на два года раньше. По иронии судьбы ее муж казался латышом. И вскоре после свадьбы они переехали. В Юрмал. А что с Ритой стало? С Твердохлебовым они так и не поженились. Рита вообще замуж так и не вышла. Зато стала известной писательницей. И рассказала похожую историю на страницах одного из своих романов. Писала под псевдонимом.